Есть тут люди, которые не знают, что становление это единство бытия ничто. Только мы думали, что все пропало. Считайте, что можно уже уходить тем, кто хочет быть старцем. Я диалектик в становлении. Все, и отвяжитесь от меня. Лекция хорошая, но, говорит, когда закончится, отмучились. Здравствуйте, товарищи! Нам сегодня предстоят тяжелые испытания. Поскольку одно дело, как бы, рассказывать о значении диалектики для теории марксизма, социализма. Другое дело, непосредственно изучение диалектики, чем мы сегодня с вами и займемся. Причем, я так понимаю, займемся практически впервые. Ну, это одно из самых трудных занятий. И поскольку речь идет уже не о формальной логике, а диалектической трудно еще из-за того, что это новое, незнакомое, непривычно. Поскольку речь идет о логике, то нам надо исходить из того, что логика — это есть движение понятий. Поэтому, если я буду вам давать определения, какие-нибудь заключения, какие-то положения, суждения — это все не логика. А логика — это выведение одних понятий из других. Выведение. А что такое выведение? Мы должны взять понятие и начать его разглядывать. Только разглядывать умственным взором. И до тех пор мы его разглядываем, пока не увидим, во что оно перешло само в нашем сознании. Причем сознание в нашем не индивидуальном, потому что всякий мыслящий человек, всякий думающий человек, если он думает об этом, он должен к этому выводу прийти. И мы это и будем сегодня делать. Причем трудность будет состоять, в частности, в том, что мы будем заниматься простыми понятиями. Простые — это такие, которые для нас непривычны. Потому что нам сразу подавать шагающий экскаватор, а не маленькую лопатку. Вот если нам нужно объяснить, что такое самокат, можно начать объяснять. Так, берем... Вот сейчас много тут автомобилей стоит. Значит, эту кожуру снимаем, она не нужна. Так, значит, два колеса оставляем, два не нужны. Ну и запасная тоже не нужна вещь. Что там еще? Привод не нужен, никакой привод. Ногой буду толкать, мотор тоже не нужен. Ну днище оставить. А зачем этот круглый руль? Это лишние траты средств. И рогулька, и руль. Всем понятно, что такое самокат? Я объяснил. Как я объяснил? Простое через сложное. А как должно идти логическое движение? Сложное — это сложенное из простых. Сложенное из простых. Поэтому надо идти от простого. А для этого надо начать с чего? С какого-нибудь среднепростого или самого простого? Самого простого. Вот я и предлагаю вам ответить на вопрос, какая категория диалектики является самой простой. Да это еще не самая простая. Я для того, чтобы настроить всех на соответствующий лад, хочу сказать, как спорят философы. Обычно люди не философы, они доказывают, что тот, кто спорит, знает больше. А второй показывает, что он больше и лучше знает. А философы спорят наоборот. Один говорит, я знаю мало. А второй говорит, а я еще меньше. А первый говорит, а я ничего не знаю. А второй говорит, а я этого не знаю. Я выиграл. Так вот, вы сказали бы, это вы очень много знаете. Вот, чистое. Вот видите, вы попятились назад и пришли к более простой категории. Чистое бытие. А что значит? Нет, вы сказали бытие. Ну, значит, я не расслышал. Значит, вы надо гордо говорить, а вы так. И сразу хочу сказать, я вот студентам говорю, которые занимаются этими вещами, ну, и вам хочу сказать, поскольку всем предстоит сдать зачет, уже практический результат наших занятий. Вот с первых же минут будет себя ощущать. Вот вам нужно сдать зачет. Вот мы с Александром Сергеевичем Казеном будем у вас принимать. И вот мы вас спрашиваем о том, о чем вы, в общем, не очень представляете, что можно сказать. Что вы можете сказать про это? Ну, вот. А вот, видите, уже есть тут уже продвинутые, просвещенные люди. Только надо вот так сказать. Я знаю, что оно есть. Можете же вы это сказать? Ну, раз я про это спрашиваю. Ну, раз я спрашиваю про это, значит, оно есть. А еще что вы можете сказать? Ну, вот. Ну, что это такое? Какие-то упаднические настроения. И вы тоже ничего не можете сказать? Что говорить-то в этом случае? Что еще вы можете сказать об этом? Ну, вот. Нет, это, я чувствую, еще не отработана логика. Надо сказать. Мы договаривались. Один вопрос. Все, зачет уже сдан. Вот с экзаменом такой номер не пройдет. Там два вопроса, там еще могут задать. А здесь все, один вопрос. Поэтому, если кто изучил вот эту категорию чистого бытия, у него зачет в кармане. Все. Поэтому считайте, что мы уже задачу одну решили. И сейчас нам уже легко и просто дальше двигаться. Значит, если вы откроете науку логики Гегеля, я думаю, что ее все открывали, присутствующие, и тем более готовились. Даже если вы просто откроете и посмотрите на число страниц, которое посвящено началу, то вы увидите, что оно примерно вот такой толщины. Причем, то, что там написал Гегель, нельзя возможно написать о простом. Что можно написать о простом, так много. Вот в основном это сводится к недопусканию неправильного толкования. Или к опровержению попыток начать с чего-то другого, а не с чистого бытия. Например, вот что вы лучше всего знаете? Вам бы с этого и начать, правильно? Вот что вы лучше всего знаете? Себя, да? Себя знаете, нет? Уже не знаете, понятно. Ну а что-нибудь есть, что вы хорошо знаете? Чистое бытие. Чистое бытие, вот какие люди. Уже так его, сколько попытаешься за него схватиться, он уже защищен. Значит, представьте себе, что вы что-то хотите начать рассказывать сначала. Что можно сказать про любой предмет, который вы описываете, рассказываете, объясняете вначале? Что? Что он есть? А ещё что? Вот и всё. Поэтому вначале этот предмет, именно потому что вначале он представляет для вас чистое бытие. Он как угодно может называться. Я про себя буду рассказывать, про жизнь, про землю, материю возьму. Всё что угодно, в любое понятие, какое вы возьмёте, в самом начале. Если вы в начале изучения этого предмета, так вы же в начале, вы же ещё не прошли никакой путь. А раз вы никакой путь не прошли, раз мы никакой путь не прошли, значит, мы должны говорить вначале, что это а. Бытие и б. Ну, раз оно есть. Есть от глагола быть. И во-вторых, чистое бытие. Что значит чистое бытие? Что мы знаем о нём, что оно есть. И вот этим исчерпывается всё знание. Позвольте вас поздравить с тем, что вы наконец-то в течение всей своей жизни приобрели возможность что-то познать до конца. Вот вы уже познали. Чистое бытие. Буква. Алфавет. Нет, это не буква. Нет. Если 30 букв, мы не знаем, половину не знаем. Если вы не знаете, сюда не приходите на занятия. Нет, конечно. Здесь занятие для тех, кто буквы знает. А если крупные буквы, читайте заголовки. Вот Гегель говорит в начале науки логики, что мысль проявляется и отлагается прежде всего в языке. То есть не бывает мыслей, которые не выражены в языке буквами. Не бывает. Причём речь идёт не о каком-то конкретном языке, там немецком, французском, японском, а в языке человеческом. То есть если бы про меня что-нибудь нехорошее подумали, то всё равно в словах подумали. И если даже хорошее подумали, то тоже в словах. То есть то, что не выражено в понятиях, не есть мысль. А что? А это может быть образ, чувство, стремление, влечение, настроение. Всё что угодно. Скажем, существует целая сфера постижения мира, которая называется искусством. Это постижение в образах. Вы пришли в филармонию. Зачем вам слова? Вы музыку слушайте. И художник, то бишь композитор, через прекрасного исполнителя передаёт вам своё настроение. Но у вас при этом всякие мысли тоже роятся, но у каждого свои, между прочим. Или если вы имеете дело с картиной какого-то художника. Вот приходит человек и говорит, потрясающе, нет слов. Ну и не нужны слова. Правда, иногда эти слова употребляют, что-то пишут, пишут. Особенно какая-то философия музыки. Нет там никакой философии. Потому что это постижение именно в образах, а не в понятиях. Но если вы не художник, то будете его выражать в понятиях. Вот поскольку я не могу вас нарисовать, я могу вам рассказать, что вы в чёрном костюме, у вас вот на голове шевелюра и так далее. И никто меня не воспримет как художника. Скажет, я лучше пойду, и если вы художник, так нарисуйте. Если вы не художник, то идите со своими объяснениями куда-нибудь подальше. Поэтому если речь идет о философии, да, тут вот можно выступать с тем, чем я выступаю. Если я буду под видом, так сказать, художника, и буду рассказывать вам вместо того, чтобы рисовать, то я думаю, что правильно меня на съезд художников не пустят. И композиторов тоже. Есть ещё одна форма постижения мира. Это постижение мира религиозное. Когда мы нашу земную жизнь представляем фантастическую в виде жизни на небе. Это тоже форма постижения мира. Как говорится, если почитаешь Библию или Коран, там много чего хорошего, интересного узнаешь. Но это постижение какое? Там нормой является в религии догматы. Догматы. А если вы против догматов пошли, то вы еретик. Есть у нас тут костёр во дворе? Есть? На костёр его. Если он пошёл против догматов. А в науке? Если вы догматик, гоните его вон отсюда. Он догматик. То есть здесь наоборот, догматиков выгоняют, потому что они не учитывают развитие понятий. То есть это совершенно разные формы постижения мира. И вот в книге «Феноменология духа», которую Гегель написал перед наукой логикой, он говорит об этих формах постижения мира и говорит, что высшей формой постижения мира является постижение в понятиях. Что значит понять? Вот вы поняли или не поняли? Если вы можете выразить в словах, в понятиях, значит поняли. Если не можете выразить в понятиях, значит не поняли. То есть если я выразил в понятиях, я могу передать. А если я не выразил, я передать не могу. Я могу на вас смотреть преданно, а передать не могу. То есть я не понял в человеческой форме, в какой там, в собачьей, в кошачьей. То есть в животной форме, то есть не понял. Поэтому понять, значит выразить в понятиях. говорит я я понимаю 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 ну понимаешь напиши они написать не могу начни понимать или скажи не сказать тоже не могу я и так все понимаю я же на вас смотрю уважаю нет из этого так не получается так значит чтобы мы не взяли сначала а что такое начало кто-нибудь может сказать не развитый результат не развит результат результат результаты с развернутое начало так вот вначале чтобы вы не взяли там материю человек объект предмет я ну все что вам кажется вот собой вот такое можно взять что понятно что это такое от него уже идти но вначале мы раз мы в начале о нем можем сказать только то что она есть а еще что вы можете об этом сказать кто скажет кто может что-нибудь сказать еще что очень много наговорили так вот такого это даже мне в голову головы не поместится мы договорились тут простые вещи вы столько уже много сказали мне стало нехорошо что еще можно сказать о чистом бы о чистом быте и скажите а вы чем-то другом стали говорить вот еще и существует такое понятие как дисциплина мысли вы взялись эту мысли видите ее а вы ее бросили пошли в другом так дети делают они берут куклу поиграли поиграли потом руки-ноги оторвались следующий что там самолетик посмотреть как устроен а до второе второе можем раз вот все что мы сказали это и есть все что можно сказать о чистом быте как и таковом в нем ничего различать у меня нет никаких определений чистый бытие исчерпывается вот этим высказыванием что но есть это мало или нет вот это как удать оценим это много ли нет это чистое бытие что является примером через чтобы вы являетесь примером чистого бытия не вот это да здорово высоко себя вы поставили я например являюсь например вот для вас существенно я есть или нет я чувствую вам это несущественно я сейчас пошел отсюда ты сразу видите разницу . как бы все будут а лекции не будет можно и наоборот я останусь здесь вообще уйдут тоже лекции не будет потому что лекция между прочим нас не столько разъединяет сколько соединяет поэтому без слушателей без лектора лекции не получится если уж каждый из нас уж прежде всего чистое бытие но это не все что об этом можно не все я это не все сказал о вас правда но это то сказать можно вот существенно вот вы есть а вы что то есть вас нету что ли здесь я вас придумал что ли что является примером тех категорий которые рассматриваются науки логики и как материалистических рассматривать примером всеобщих категорий диалектических и философских является что все все есть чистое бытие это первое положение все из чистое бытие все вот я еще ничего не знаю про ваш телефон и даже не знаю что это телефон может тут черте что но он есть и значит для меня он раз я ничего пока нет не то что ничего я знаю что он есть этот предмет значит это чистое для меня это для вас нечистое бытие, а для меня чистое бытие. Но для вас и чистое бытие, но и не только. А для меня только чистое. Значит, кроме того, кроме того, что чистое бытие есть, больше нечего о нём сказать. Правильно? Вот это ваша мысль была, да? Или больше нечего сказать о нём, как о таковом. Так? Ну, что-то вы не рады. Не рады. Вот для вас существенно, что вы есть или вас нет? Человек живой или вас убили, застрелили? Или вы уже привыкли, что у нас сейчас не бытие, а овось бытие? Да? Всё-таки хорошо, что вот вы есть, да? Неплохо, что мы есть. Поэтому это, наверное, всё-таки существенно. Да. Или у вас деньги есть или нет? Да? Родные у вас есть или нет? Семья есть или нет? Как? Вопрос о бытии. Очень важный же вопрос. Как будто это пустячок такой. Или есть или нет. Мне всё равно. Ничего себе всё равно. Вот как товарищ задумался. Я его спрашиваю, чистое бытие? Нет. Говорит, не чистое бытие. А какое бытие? А если оно было, а если оно было, то оно всё равно есть? Если оно было, то оно было. Мы различаем между тем, что есть, и тем, что было. Вы хотите сказать, что у вас деньги были, а сейчас нет. Это хотите сказать? Так, значит, его нету сейчас как? Нету там бытие-то. Посмотрите, у вас чистое ничто в кошельке. Так. Поэтому не будем это недооценивать. То есть, это самый главный вопрос. Прежде чем о чём-то говорить, о чём-то говорить, первое, что надо выяснить, есть оно или нет. Хотя бы в разговоре нашем. Например, вот если кто-то настаивает на том, что Бог есть, то испорить не надо. Конечно, он есть. Вот сколько народу о нём говорят. В разговоре он точно есть. В церковных книгах есть. В поговорках есть. Я вот, слава Богу, могу сказать. Сто раз я могу быть материалистом, но сказал слава Богу, значит, Бог есть. В каком смысле есть? Ну, в разговоре есть, в высказываниях есть. Мы же не говорим, где он есть, где есть, как есть. Это второй вопрос. Второй вопрос. В сознании верующих он есть. Есть? Есть. Мало ли, что у вас нет, но у кого-то есть, значит, есть. У кого-то есть, значит, есть. А? Маркс есть, Ленин есть. Маркс и Ленин есть. Маркс это не понятно. Ну, я понял, что у вас в душе они, поэтому вы и излагаете сейчас. У вас в душе есть Маркс и Ленин? Есть. Конечно, есть. Все говорят, что он не может. Ну, есть, конечно. У вас в сердце есть, у вас Ленин? Я чувствую, у вас в сердце он прямо вот есть. То есть, надо понять, что абстрактные категории, потому они абстрактные и всеобщие. Что они относятся к чему? Ко всему. Ко всему. Но эта категория абстрактная. Что значит абстрактная? Она получена отрицанием. От чего? От всего. От всего. И вот я сейчас проведу такой опыт. Я вас буду отрицать. От вас я отталкиваюсь. Вы чувствуете? Да, я именно отталкиваюсь. Я от вас отталкиваюсь. И от вас я тоже отталкиваюсь. Ну, и от вас я тоже, естественно, отталкиваюсь. Так? Я думаю, что я могу дальше не продолжать. И что получилось? Я к каждому, от кого отталкивался, притронулся. То есть, наше представление такое неглубокое, нефилософски подготовленное представление о том, что отрицание – это просто некоторое какое-то отбрасывание, отрезание, отсечение. Неправильное. Можно иметь положительное соединение. Вот если я... Дайте руку, пожалуйста. Я вас буду тянуть. Вот знаете, я его тяну, а он упирается. Он не хочет, чтобы я его к себе пытаюсь подтянуть, а он упирается. То есть, у него чисто отрицательное действие. А если я хочу, чтобы он ко мне подвигался, я начинаю его отталкивать, а он упирается, он хочет ко мне идти. Наоборот. То есть, отрицательная связь – это вот как, например, использовать. Как вот говорим, что социализм, а есть отрицание капитализма. Что значит отрицание? Растоптали его, что ли? Или взяли крупную машинную индустрию, взяли банки, телеграф, телефон, вокзалы. Наверное, не только вокзалы, еще и железные дороги оставили. Тогда еще никто не додумался, что надо отдельно костыли продавать, отдельно рыльцы, отдельно шпалы. Поэтому не будем недооценивать вот тот результат, который мы уже получили, что чистое бытие есть. И больше нечего о нем сказать, как о таковом. И вот мы должны все возрадоваться. Я смотрю, такой грустный сидитель. Наконец-то вы узнали все об этом. Все. Нам же рассказывали, что вот мы будем познавать, 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 все приближаться к истине, никогда не приблизимся к ней. А вот раз, и все, у вас готово. Все уже знаем. И так мы и будем идти все время. Вот это знаем. Теперь следующий шаг делаем. Значит, и больше нечего сказать. Все слышали, что нечего сказать? Значит, мы вот вместе с вами... Все так считают, что нечего больше сказать о чистом бытии? Все? Или другие соображения? Мы не можем, а в том, что можно. Я не могу. Дело-то не в том, что я не могу, а дело, что нечего, нечего. Я не могу, я не то, что слаб умом. Я не стал бы так скромно сидеть. Я просто говорю, что нечего об этом сказать. Нечего. А раз нечего, то любой человек должен прийти к мысли о ничто. Если он обдумывает чистое бытие. Вы обдумываете чистое бытие? Все. Это можете, возьмите ручку и запишите себе. Чистое бытие переходит в чистое ничто. Переход состоялся в голове. Переход состоялся. Чистое бытие переходит в чистое ничто. Я не бросил чистое бытие и схватился за какое-то чистое ничто, неизвестно, откуда выскочившее. а я вот глядя на вас и вспоминая что вы там про себя там уже у вас была такая вот тенденция сказать не сказать что я вообще не нечисто быть вот наступило ваше время да действительно вы еще и чистое ничто мы не знаем что такое сегодня мы знаем только две вещи чистая быть и и чистое ничто это вы много знаете я больше ничего не знаю а вы мне что-то начинаете рассказывать я даже сразу вот все лучше закрываю потому что и у нас движение идет от простого к сложному 2 категории пришли это мало вторая категория уже диалектики как называется чистое ничто причем мы пришли каким образом путем обдумывания первой категории обдумывали обдумывали пришли к мысли о том что раз ничего больше не сказать и хотели все плюнуть бросить все и уйти а потом будешь вспомнить так вот оно вот что мы получили мы получили другую категорию чисто не что чистое бытие перешло в чистое ни что теперь наша задача усложнилась надо обдумывать теперь всякий раз надо обдумывать то что непосредственно перед нашим умственным взором надо обдумывать теперь чистое ничто вот я вас спрошу что вы можете сказать о чистом ничто считайте что я вас беру интервью это у меня фиктофон и надо примеров я спрашиваю что такое чистое ничто не уклоняйтесь считайте что я следователь а вы обвиняемый а все значит вы ссылаясь на 51 статью конституции не хотите давать показания против себя и членов своих семьи понятно а вы что может сказать про чистое ничто вот видите что-то продвинутые если ведь это он только надо так я же говорю гордо нас хоть я знаю что она есть вы что не знаете что чистое ничто есть зачем вы преуменьшаете свои знания вы просто скрываете вам хотелось взять дорогу молодым я понял вот ведь они как они поняли тоже и они очень вам благодарны а то иногда вечным и все время со своими там заметями лезем раньше времени я им никогда не прорасти вот они наконец проросли так значит чистое ничто есть это кого-то удивляет не удивляет где она есть где где ну хотя бы вот нашей с вами беседе разговоре есть на неважно же где это же всеобщая категория лишь бы где-нибудь было на самом деле она везде есть вот например вы согласны что вы это не я а вы согласны что я это не вы вот если я это не вы то я ничто а вы бытие а если вы это не я то я бытие вы ничто но каждый чего-нибудь ничто из каждый сам по себе бытие ну то есть каждый в то же время выступает и как некое ничто ну если грубые такие вещи говорить скажем скажем вы согласны что я не бревну начание что в отношении бревну это конкретное ничто а мы говорим о чистом ничто чисто ничто есть обобщение всяких не всех вы не стол же и не телефон же правильно поэтому вы так вы согласитесь что вы ничто я не сказал ничтожество не надо я вас не оскорблял но то что вы ничто согласны ну что вы люди вы но я умру вы еще останетесь все печалитесь то если вы не я а если вы как я так вы вместе с вами умрем зачем вам это надо у нас такая разница в возрасте вам зачем терять это такой период жизни я бы на вашем месте сразу конечно я не что я нет вопросов философ философ всегда он не боится такие вещи конечно я ничто да нет это вы рванули вперед на много шагов мы дойдем сегодня до до вашего небытия дойдем только мы дойдем к нему не вот методом так вот взять схватить и назвать а мы выводить будем вот мы пройдем всю эту дорогу и дойдем до небытия это слишком много вы хотите сразу небытие вот всего лишь ничто это простая категория как люди не хотят с простыми категориями работать хотят дайте нам сразу вот если они дайте нам шагающий экскаватор а можно маленькую такую ямку вырыть ему возьми лопаточку или щеточку нет этим шагающий экскаватор и он будет долго приспосабливаться как ему вот такую маленькую выработать так так можете записать в своей замечательной книге что ничто перешло бытие так это произошло или нет ну раз не что есть разнает нас она бытие а раз она бытие значит ничто перешло бытие а вы боялись быть не что вы боялись что вы снова станете бытием зря боялись то бытие вы боялись то ничто боялись боязнь не должно быть в науке так и так второй переход ничто перешло бытие а бытие между и я уже не сказал чистое обратили внимание а почему потому что какое чистое это бытие за спиной у которого два перехода бытие чистое перешло в чистое ничто чистое ничто перешло бытие но и уже язык не поворачивается говорить чистое бытие почему потому что это вот не первое что мы схватили чистое а и такое которое обременено вот этим движением и вообще всякая логическая категория это некая цепочка всех предшествующих ей категорий которые доходят до этой вот категории вся цепь то есть если у меня спросите сказать а скажите просто такая сущность ну слушайте берем чистое бытие и понятно да и только так а если я просто буду вот как словарях выхватывают и говорят сразу вот это вот это а как так можно это постигать как можно понимать не через выведение поэтому никогда через словари научной истинной получить нельзя тем более какое там расположение понятий вот у гегель расположение понятий по мере выведения в словарях по алфавиту по алфавиту вот если значит чтобы то же самое сделать словарь для медиков структуру организма нужно значит прийти в анатомический театр начать режет труп человека и так сказать косточки отдельные выделять и записывать это то и то то и потом по алфавиту расположить и также там сердце легкие почки селезенку печенку и все это расположить сказать вот но теперь я знаю что такое человек не знаете вы что такой человек вы знаете что такое труп у вас вопрос а мы бы сего вообще не брали мы брали вытье это во первых а во вторых это у вас две головы у меня одна я могу только одну мысль смотреть вот у меня два глаза я могу сразу у вас видеть одного и другое другим глазом а вот как в две мысли сразу можете удержать поэтому сложность диалектики в том что приходится сначала одну мысль высказать потом вторую две сразу никак нельзя не получать да не существует а высказать мы не можем их сразу вот вы можете сразу да и нет сразу сказать одновременно можете у вас будет а вы знаете такое суть я вот поэтому астерег себе так высказываться я вас отсылаю том 2 учение о сущности науки логики там вы узнаете что такое суть а как вы так заранее говорите что вся суть в том чтобы вот я должен сразу вот одновременно сказать два слова одновременно не леван можно это невозможно так устроен наш организм к сожалению может быть и так сожалению я вместе с вами тоже сожалею об этом что приходится диалектическую истину так сказать трояко излагать сначала излагать тезис потом антитезис и наконец синтезис то есть возвращаться снова к этому бытию но через отрицание этого самого отрицания вот я пришел в аудиторию на вас посмотрел вы были для меня бытием потом вы задали вопросы вы уже не тот человек который на меня просто смотрит а тот человек который задал вопрос то есть другой то есть отрицание того человека а теперь вы послушали что я вам сказал и вернулись в то положение в котором вроде как вначале вы сейчас смотрит на меня и вроде бы как молчите а голова у вас работает но это уже отрицание отрицание это бесконечное утверждение вы утверждаете себя через отрицание своего отрицания они просто я есть и все вы есть через отрицание своего отрицания вот что происходит поэтому не будем забивать себе голову сложными вещами это я не отказываюсь от этого гигари поэтому трудно читать читай считаешь он тоже понимает что сейчас люди будут спрашивать и он начинается ему объяснять там всякие прибавления разъяснения а сама вот центральная цепочка она очень так небольшая поэтому вот мы сколько шагов прошли и считали нет три правильно значит бытие чистое перешло чистое ничто тихо 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 чистое ничто перешло в бытие а вы сказали 3 зачем вы нас обманываете нет но я не могу предположить что вы не знаете что это что такое 2 что такое 3 как же вы считали то но как вы считали ну вы можете сказать вы своей диалектикой нам вообще настолько уже задурили головы что я значит уже стал путать 2 и 3 это я понимаю выпад но вы этого не говорите а вы как бы просто смотрите на меня так два шага всего мы сделали логических 2 чистое бытие перешло чистое ничто и чистое что перешло в чистое бытие но вот тут то самое интересное начинается бытие в которой уже перешло чистое ничто она-то уже как мы знаем уже переходит мы уже знаем что пути и переходит ничего знаем знаем поэтому мысль наша не остановилась она сразу поскользнулась снова свалилась куда в ничто а ничто мы про него знаем что она переходит бытие поэтому только мы думали что все пропало как ничто превратилось бытие и мысленно остановиться не может расскажу украинскую сказку порядке отвлечения от простого потому что простое на самом деле трудно воспринимаем и встречается два украинца один говорит как дела как жизнь да плохо а что плохо до смельницы упал плохо да не так то и плохо что мешок орехов нашел так это хорошо да не так ты хорошо а что дарик то гнилые но это плохо да не так ты плохо что свинью откормил но это хорошо да не так ты хорошо а что да волк свинью съел ну там на этом сказка заканчивается а у нас переход бытия в ничто и ничто бытия не заканчивается а имеет место бесконечный переход бытия в ничто ничто бытие как назвать это движение теперь это единое движение единое движение движение исчезновения бытия в ничто они что в бытие хотите его круговое хотите вот так его изображаете это уже как это образы это образы уже так вы воспринимаете как круговое во всяком случае это движение к то одно в котором есть в в котором есть оба перехода, и это движение непрекращающееся, и вневременное, и мы о никаком времени ничего не говорили, ни о каких процессах не говорили. Просто сама категория, одна переходит в другую, другая в первую, и есть движение исчезновения, бытие в ничто, ничто в бытие. Это категория третья, которую мы узнали. Третья. Мы её узнали, но не назвали. Ребёнок родился, и сейчас обсуждается вопрос, как его назвать. У вас какие предложения? Как этого ребёнка назвать? А? Гасан. Хорошо, отличное предложение. Отличное предложение. Есть два предложения. У Гегеля есть предложение назвать становление, и вот есть предложение нашего товарища назвать Гасан. Как пойдём? Как будем решать? Я думаю, что это не принципиально, как мы будем решать, потому что название – это не самое главное, а самое главное – понимание, что вот сначала появилась эта категория потом ее назвали а у такого еще не было чтобы ребенка назвали а потом вдруг он родился вот что-то не было а сначала ребенок родиться потом еще спорит полтора месяца иногда как его назвать потому что разногласия есть между супругами да еще свекровь теща свекр тесь тут много чего большое обсуждение короче говоря мы получили третью категорию и вот я вам сообщаю что это первая истинная категория 1 я истинная категория первое почему потому что истинными категориями называется категории не односторонние не односторонние а эта категория как раз не односторонние это конкретная категория вот я всю жизнь думал пока не изучал диалектику что конкретно это что когда подробно все расскажут это конкретно оказывается конкретно означает просто одно не абстрактно абстрактный это одностороннее то есть мы отвлекаемся от того вот вы боялись сказать что вы чистое бытие потому что вы думали что таскать только так и будет вот чистым бытием это действительно плохо чистое бытие конечно без чистого ничто это не хорошо точно также чистое ничто без чистого бытия ну это вот вас категория должна устроить вполне вот теперь то вы согласны что вы становление ну слава богу у нас один человек уже встал на сторону народа а конечно модуль теперь тоже нет вопросов а зачем вам это слово вам мало что вы сказали зачем лишние слова вот к чему должны стремиться как можно больше наговорить или как можно меньше наговорить но если простые категории чего-то про них много говорить это движение исчезновение бытием ничто ничто быть и все вам мало этого нет вам хочется прибавить вот что-то такое вот взять и разбавить они разбавлены можно продать сейчас все конечно разбавлять добавляет это 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 может быть вам сюда и добавить то без чего сейчас вообще не пьют бензоат натрия если нет бензоата натрия в напитке в лимонаде прямо тошнит уже на людей значит ничего тут не надо больше все сказано этим значит вот это уже первая истина или первая конкретная первая диалектическая категория а первые категории логические диалектические где там диалектика вот они переходили вот когда они перешли да потом снова второй переход вот вы получили категорию установления и вот из этой категории вы уже очень много можете сделать что такое становление новой формации была одна формация рабовладельческая а теперь другая феодальная а между ними что как это ничто что значит переход не знаю переход как это между невским проспектом и готином двором почему так быть я к ничто у нас было два перехода вы как-то значит давайте еще раз значит возвращаемся тогда примером рано идти возвращаемся давайте посмотрим на становление становление есть два движения в этом одном движении эти явно что не чтобы эти два противоположных движения одно есть движение бытие переходящее ничто а второе движение ничто переходящего бытие так обратите внимание они находятся в одном движении они неразрывно связаны друг с другом не отрывное одно другого не отделимы это два неотделимых движения в одном движении обратите внимание мы с этим еще всяким не встречались в два противоположных движения в одном движении неотделимых друг от друга как их назвать моменты вот товарищ он продвинутый он знает только я хотел гегелю обратиться зачем гегель когда вот есть товарищ кстати он чем-то и похожа для него прическа как у гиги посмотрите посмотрите на гей или на него не узнаете он даже больше похож чем александр сергеевич наш прекрасно моменты это очень важно вы часто употребляете эту категорию и употребляет эту категорию только люди немножко хватившие диалектики чуть-чуть потому что люди которые совсем не приступили они говорят части элементы а энгель говорил части лишь у трупа вот где у вас часть где ваша рука где ну где ваша рука как где как узнать где рука очень просто если отчесть что будет понятно это вот рука а это будет вот нога так и делают когда тонкий край толстый край да как разрубает тушу а если вы хотите взять руку как живую руку у вас там венозный кровь есть вот тут вы точно знаете уже вот наконец-то мы дошли значит венозный кровь есть артериальная есть они в противоположном направлении двигаются они что вот до этого места дошли и в плечо уже не идут да да и к сердцу не идут ведут от сердца идут аж прямо сюда так значит можно где-то сказать что закончилась рука если у вас эти все артерии идут прямо до сердца ну хорошо ставим в покое кровь они а нервы они же идут куда сюда так у вас где ваша рука вот ваша рука здесь все движение руки то не входит в понятие руки что ли поэтому когда вы просто вам случайно отрезали руки и и пришиваете ничего все порядке сейчас пришивают запросто до 4 часа бывали такие случаи катию приживается рука потому что не главное вот это вот тут мясо то что сшились нервы еще надо сшить кровеносные сосуды и тогда вот если это все заработает тогда у вас рука останется живой если вам живая рука нужно но если вам нужно не живая то это пожалуйста вот вам рука тут нет проблем то есть мы значит получили понятие моментов очень важны поэтому вот когда у вас душе одно желание там пойти на лекцию другой желание пойти на лекцию картку есть свое преимущество на лекцию если пойдешь что-то нового узнаешь а не пойдешь отдохнешь как и как можно слушать лекции не отдохнув правда там такие люди румяные ходят а мы тут насчет мучаемся здесь диалектика вижу их противоположные и вот это все борется его одни решили в одних победила одну один момент а других но каждого были эти два момента 2 не было таких которые на липси за что не пойду а зачем записывался а другие точно пойду на мачо я пойду я когда я приду поздно будет и так далее во всем положительном есть отрицательное во всем отрицательном есть положительные лекции хорошие но говорит когда закончится отмучились так можно сказать и так вот теперь наступило ваши три три уже категории смотрите мы создаем 3 значит мы знаем категорию чистого бытия категорию чистого ничто категорию становления и бесплатный подарок к ним моменты подарок мы же никуда не переходи до бонус просто вот товарищ к и вот моменты вам всего за хорошие занятия диалектика вам бонус моменты еще у нас бонус впереди будет теперь надо а какие у нас два момента один момент это переход бытия в ничто а другой переход не что бытие остается их назвать переход ничто в бытие в становлении как называется возникновение прекрасно возникновение переход бытия в ничто в становлении как называется прихождение это немножко старое слово да но это если вы хотите быть мудрецом старцем их поехать в пустыне в это вполне достаточно знания которые вот сейчас мы считаете что можно уже уходить тем кто хочет быть старцем поехать в пустыне достаточно уже он приезжает едет там там его приносит еду за то что он то сказать отошел от мира сего отшельник его значит к нему приходят люди вот вы к нему приходите и рассказываете что цены растут на жкх тарифы бешеные так обещания там улучшить пенсионные обеспечения обернулись увеличением пенсионного возраста фактически при том что вроде как его не юридически не увеличивает но сказали что чтобы получить нормальную пенсию будете не 25 лет работать как сейчас от 40 а потом успокоил владимирович не 40 35 немножко смягчил ну значит вместо 25 35 а женщины вместо 20 тоже 35 15 лет а то очень зажились женщины мужчины уже умирают а женщины тут себя неприлично как считает видимо руководство дескать так эти мужчины сказать к 60 годам когда вот начинается пенсия они уже освобождают место для новых платящих пенсионный фонд а женщины на самом деле как будто всерьез хотя решили что в на пенсии для того чтобы получать деньги пенсии это для того чтобы вы сдавали пенсионные средства вот мужчина давно это поняли на женщину трудно вот час им товарищ голодец там у нас пер она вице-премьер как раз занимается она это постарается нам внедрить объяснить так значит и вот вы приходите к я сижу в этом пусть в пустыне а вы приезжаете и рассказываете и рассказываете как все плохо как все хуже и хуже делается игры это все приходящее то есть не будет так все время плохо все же приходи все это все общая категория прихождение я правильно понимаю что все усвоили что все философские категории логически все общие они относятся к чему ко всему один мой товарищ которым мы занимались диалектика все время спрашивал дайте пример я года я не могу вообще дать никакую такую категорию который бы не было для которой вы примером не было бы все все есть пример ну вот про вас не буду говорить но я например приходящий пусть это вас не удивляет и вот все приходящее обрадовались люди поехали домой и действительно приходят наш цены обещали 7 процентов сделали 6 инфляцию обещали 30 процентов ркх сделали 29 лучше стало и жизнь стала налаживаться все обрадовались и приезжает через год ко мне вот михаил осей спасибо вы нам рассказали все хорошо а я им говорю это все приходящее приезжает а там новые квитанции выгода на 37 процентов инфляция на 12 процентов а что я им говорил а все время только одно вот мудрец все приходящее и это приходясь и это ничего больше знать не надо вот это же второе вот смотрите как мы говорили вот чтобы сдать за счет что нужно знать что такое чистое вытие все что вы знаете об этом о чем я еще не рассказал опять ничего ну да и его я просто удивлен зачем я бьюсь 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 здесь можно сказать вот танцую чтобы объяснить что вы напрягите пожалуйста ну вот видите вот надо гордо сказать я знаю иначе это не пройдет на зачет надо на зачет нас хоть я знаю что она есть если ну что правильно что чтобы уже отстали сколько можно к человеку приставать с такими глупыми вопросами что вы знаете об этом я знаю что она есть а еще еще ну сколько замучить хотите вопросами меня но один вопрос задали я ответил же на зачет что мало что ли одного вопроса у вас сколько народу сидит еще их не спросили вы меня хотите мучить посмотрим когда всех опросите придем все ко мне ну и отбиваться надо как вы собираетесь создавать я не знаю как еще сдать а тут старая вот уже категория прихождение красота все приходящее заболела у вас болит нас на насморк есть все приходящее и вы же знаете что если лечить 7 дней не лечить неделя чего волнуетесь вот говорит у меня насморк удивили это все приходящее полечить вас нет лечение одно тут все если не проходит то она вместе с нами пройдет не волнуйтесь сейчас вот некоторые говорят ну ничего плохо с медициной да плохо с медициной движение умереть молодым надо развернуть действительно на чем умирают такие все немощные такие ковыляют страдают все время значит охают жалуются рассказать о своих болезнях а тут такие все молодые здоровые а это же красиво а что нет тут все равно все умрут только одни умрут здоровыми вот свете сил а другие вот уже то есть это я думаю надо записывать уже все думают какое бы нам движение развернуть вот еще есть вариант очень понравится там тем кто сверстает бюджет на медицину действительно медицина ведь не нужно зачем она нужна так и было раньше то естественно отбор заболел умер все здоровые остаются создают здоровые семьи выращивать здоровых детей все равно заболели опять отбор то есть хорошим категория прихождение а возникновение ну замечательная категория возникновения из ничто вот нет уже ничто все осталось в прошлом того абстрактного ничто которого вы боялись правильно вы боялись я на зря на вас нападал это вот уже диалектический были настроены а я еще метафизический так сказать абстрактно что значит бой как можно бояться ничто ничто есть только как переходя себе в бытие обратите внимание ничто то переходит бытие никакого другого ничто в жизни нет который бы не переходила бытие точно так же как нет такого бытия который не переходил в ничто это более грустная тема что есть такой дом который не разрушается или есть такой капитализм из которого не рождается коммунизм какое главное отношение при капитализме как скажите просто какое распространенное такое отношение какое производственное как вы думаете на капитал он производстве себя наращивается или в обмене в обмене новый марк бы перевернулся конечно перевернулся марс весь специально первый том предпосылки что вообще ничего в обмене не прибавляется давайте этот один выиграет другой как на бирже играет или я выиграли вы играете то есть вы просто перераспределяете готовый продукт а продукта вот он есть уже блин испечен в обмене ничего не происходит никакого наращивания происходит производстве а производство на чем основана какие отношения на фабрике скажите пожалуйста у нас фабричное производство заводское какие там отношения главные что обменивается вы пришли с деталью как следует так дать мне кооперация а кооперация что такое ну это я не мы же простые категории договорились сегодня я не буду спрашивать кооперация есть такая форма труда при котором при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства планомерность она вот развивается это раньше были маленькие мануфактуры стали потом огромные предприятия потери стали монополии внутри монополии какие отношения вот говорят у нас отечественное производство ford отечества для него ford отечества вот это вот кооперация планомерное причем вы думаете не по плану нам что-нибудь не поставляет если не поставляет крайслер те части из которых надо сделать машину волга сайбер это для чего делается чтобы не было никакой волги чтобы газ умер он умирает в соответствии с кооперативной формой труда потому что операция это а это вот предприятие крайслера эту валентина она думала что у нас здесь будет свой свои заводы это американские заводы корейские заводы продали уже контрольный пакет ваза который был все таки нашим заводом он уже не наш а чей лучей французский завод хотели иномарку пожалуйста покупайте иномарку через жигули вы только за порожец раньше покупали теперь уже это была украинская модель а теперь вы российскую модель французского разлива будете покупать только только вот государство выдаили чтобы она вложила туда средства поставила на ноги прибыльным стал ну раз прибыльный надо его конечно продать иностранцам вот сбербанк у нас прибыльный прибыльный начнадо его приоритизировать и что получило государства бумаги бумаги бумажки были бумажки на которые был прибыль шла все время это акции сбербанка давайте греть я и докладывает мы получили деньги и чего день капитал это же самовозрастающая стоимость это самоубывающие стоимость, деньги-то. Деньги-то во время инфляции что? Уменьшается, 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 уменьшается. А акции Сбербанка, они все время дают прибыль. Вы зачем отдали акции самого, так сказать, прибыльного банка? А мы вот проводим приватизацию. Молодцы. Докладывают еще, что они что-то хорошее сделают. Товарищ Шувалов особенно очень, господин, об этом рассказывает нам, что надо приватизировать. Так. Возвращаемся к использованию наших категорий. Вот уже мы знаем, возвращаясь к категории становления. И снова я возвращаю нас уже не к тому, что мы прошли, а мы прошли уже и возникновение и прихождение, а снова к становлению. Потому что я когда стал говорить о переходе от одной формации к другой, некоторые товарищи стали утверждать, здесь присутствующие, что это только переход от ничтого бытия. Не, дорогие товарищи. Вот оно новое-то рождается, а тут же оно и переходит обратно. Или нет? Вот мы строим социализм, а он что, не разрушается при этом? Вот я читал в свое время... Да, а чтобы мы не разрушились, надо сделать перерыв на 10 минут. Продолжаем. Я думаю, что если кто испытывает определенные трудности, это трудности естественные, все их испытывают. Естественные. Вообще трудные вещи тому и называются трудными. Потому что трудно их усвоить. Они несложные как раз. Вот это очень простые. Видите, простые. Но простыми мы не приучены работать. Поэтому для нас это особую трудность представлять. Ну и вполне подтверждается, вот уже на этом примере, подтверждается, что в науку нет широкой столбовой дороги, как писал Маркс, что только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто не страшась усталости, карабкается по ее каменистым кручам. Некоторые вот срываются, когда вы спросите, что это чистое бытие. Он говорит... Вначале. Вначале. Но это не все время. У него чувство просто есть диалектическое. Он знает, что чистое бытие такого абстрактного нет. Оно переходит в ничто. Но он еще не мог это выразить. А сейчас он уже может выразить. Есть у нас для этого два понятия. И вот теперь уже становление для нас является единством чего? Возникновение и прихождение. Вот что такое переходный период от одной формации к другой? Когда там есть одно и другое. Скажем, первобытный общинный коммунизм переходит в рабовладение. А потом набегают люди, убивает этого вождя, который увел рабов и решил, так сказать, с ними только на земле вести свое хозяйство рабское, убивает его, освобождает рабов. Потому что это хоть и... А их тоже убивает. Этих рабов. Потому что они побежденные. А что с побежденными привыкли делать при первобытном общинном коммунизме? Убивать. А почему убивали? От зверства, что ли? Почему убивали? Кормить надо. Кормить надо. А прокормить можно с трудом одного человека, только одного человека. Так что, значит, мы победили, то есть вы победили, а я буду жить? Я думаю, что в этой ситуации, если бы мы с вами оказались, и вы меня победили, у вас другого варианта бы не было, как тут же меня и, так сказать, как-то сделать, чтобы я не учился. Да? Но если я вас победил, дорогой товарищ, то я вам популярно объяснил, что кто-то из нас должен же выжить, ну как-то непонятно, если я вот победил, и вдруг вы должны выжить, как-то это нелогично. И вы согласились бы, что это нелогично, и всё. Поэтому возможность уже, когда стал появляться рабский труд, когда уже один человек мог прокормить не только себя, а и другого, уже возможность рабского труда была, это не значит, что все традиции, общины должны были нарушиться, и начали мы, так сказать, использовать труд других людей и эксплуатировать их. А эксплуатация – это присвоение чужого труда. Не оплачивать. Чужого. То есть, если дети вас эксплуатируют, это не эксплуатация. Это вы их просто любите. Ну, понятно, если речь идет об инвалидах и так далее, общество вы содержите. Ну, понятно, что оно может теперь содержать, тогда оно и не могло содержать. Тогда золотая мечта наших работников Министерства экономического развития о том, как бы этот бюджет сохранить, она такая золотая мечта была. Когда, ну, заболел человек, ну, и умер. А умные люди такие, понятливые родители, сами уходят в горы. И не надо их убивать. Они там вот, вот уже тут есть молодые, они вот детей должны нарожать. Ну, а мы пошли. Ну, сейчас не так же грустно, сейчас лучше стало при капитализме, чем при первобытно-общебном коммунизме. Так. Значит, в переходный период не только есть переход от одной формации к другой, но и обратный переход тоже есть. Хотя господствующей линией, если действительно совершается переход, конечно, является вот переход от низшей к высшей. Правда? Но ты господствующий, но не единственный. То есть два момента присутствуют. И возникновение, и прихождение. Ну, а когда из рабовладения, из рабовладения выходил феодализм, тоже был переходный период. Там что, только был вот феодализм, выходит из рабовладения. А не было обратного разрушения этого феодализма и превращения к крестьян снова в рабов. Да сейчас рабочих пытаются в рабов превратить. Я сегодня разговаривал с одной женщиной-работницей, гастарбайтер. Спрашиваю, ну и сколько получаешь? 18 тысяч. А сколько работает? 280 часов, насчитали мы, в месяц. А если по 40 часов брать 4 недели, это сколько получается? 160. 120 часов сверхурочных работ. У нас вообще сверхурочные по нашему трудовому кодексу разрешены до 120 часов в год. А у нее 120 сверхурочных в месяц. То есть в 12 раз больше, чем записано в трудовом кодексе. Теперь по нашему закону первые два часа в полтора раза больше платят. Должны платить, вернее. А в третий час в два. А там что? Не знаю таких часов. Да. Нет, платят так, как вот за динарный. Поэтому хорошее нашли, дело. Слушайте, навезем. Если умрут, новые приедут. Эти умрут, еще приедут. Вот такого не было при рабовладении. Вот если я рабовладелец, и у меня есть рабы, если мои рабы умрут, так я же тоже по миру пойду. Нет, мне нужно, чтобы мои рабы не умерли. Правильно? Это надо тогда снова идти и завоевывать опять, новую войну начинать, чтобы набрать новых рабов. Богатство владельческого общества это рабы. Или, если это феодализм, крепостные крестьяне, а помещик, мои сейчас вот умрут от голода крестьяне, и что я буду делать? Я тут уже набираю даже мертвых душ себе приписываю, чтобы выглядеть солидным человеком. Это если сейчас солидный человек, если у него невижимость за границей, а тогда солидный человек, если у него много крепостных. Правильно? И вдруг нет. А сейчас-то это не важно, сколько там, болеют, не болеют, но вы не будете работать, вы будете, вы не будете работать, вы будете, вы будете работать, кто-нибудь найдется. Придут и тут же уже в очередь стоят. для этого делается безработица. Безработица делается же искусственно. Для чего? Ну, чтобы не требовали большую зарплату. А это тогда не отобьешься, будете торговаться, сказать, не хочу за это делать, хочу это делать, ну, вот, да. Конечно, для капиталистов естественный процесс, потому что для них естественный процесс и есть у вас на шее. Конечно, естественный. Вот вы, когда едете на коне, это же естественный процесс для вас. Для коня-то это не естественный процесс. Или вы считаете, что для коня это естественный процесс? А сколько всадники, игры красной армии белой армии все на конях и думаете для них это вот особенно когда в них стреляют в этих коней они падают и и падают и всадники это все для них естественно или с пиками там средние века и доскать и намордники не только у людей которые забрал и назывались но и коней они летят друг на друга это все естественно то есть для садника это естественно а конь прямо вот он прямо опечален что он перестанет быть тем кто вы хорошо но это все не имеет прямого отношения к тому движению которое мы сейчас ведем а к этому движениям это прямое отношение какое что всякое всякий переходный период любой может быть изображен как становление всякий вот вы уже нашли инструмент который многих историков нет всякий хоть переходный период от феодализма капитализма хоть переходный период от капитализма коммунизм какие есть два главных уклада в переходный период от капитализма коммунизм капиталистические коммунистический там еще есть другие там есть мелкотоварные там есть госкапитализм там есть мелкобуржазный уклад да там есть патриархальный уклад но главных-то 2 вот идет борьба умирающий капитализм борет но не умерший не умерший и в период нэпа можно было разрешено было иметь трех работников наемных можно то что это естественно ты естественно когда на меня работает правда даже естественно когда на вас работает на неестественно на меня естественно особенно если вы на меня будете работать это очень будет естественно вот так сказать идеологи буржуазии доказывают вечность неизменность этого капиталистического мира фукуяма со своей идеей конца истории что думаете что он конец света нет конец истории в том смысле что вот капитализм получили и не надо идти изыски там коммунизма искать другие там справедливые общества вот самые справедливо но уж есть у него недостатки но более справедливого нет капитализм это и во-первых это естественное общество правда но раз естественно чего против естества пошли все конец конец истории но здесь собрались те которые не согласны с этой точкой зрения правильно понимаю в том числе и те которые так сказать решили проверить эту гипотезу на естественность так вот вам могучий инструмент это во первых во вторых а все во всем есть становление вот вы на меня смотрите да а глаза то высыхает а вы не моргайте они высохнут совсем а вы моргаете это вот что как это какой категории описывается возникновение влажных глаз а то что они высыхают какой категории описывается прихождение а еще и дышите а вы не дышите потому что когда вы дышите у вас это возникновение потому что если вы не будете дышать 10 минут попробуйте александр сергеевич такой эксперимент предлагает провести 10 минут вы не дышите вас нет но никто еще не смог так кончить жизнь самоубийством никто та же самая сонина есть пораженные йоги почему а потому что в организме наказывать накапливается углекислый газ углекислый газ побуждает организм наплевать на наш мозг со всеми его претендалами и идеями о том что я сейчас покончу жизнь самоубийством потому что не могу понять каких-то категорий диалектики и так сказать вы вдохнете и ничем у вас никакими силами не ясно вот прыгнуть с 15 этажа вы можете это да а вот задержать дыхание так чтобы умереть никому еще не удалось за всю историю человечества почему а потому что у вас одновременно с этим идет и другой процесс неодолимая сила на сказать что заставляет вас вдохнуть но вы должны понимать что вот это вот это не какой-то вот как мы говорили вначале умирание там в течение всей жизни это тоже становление до с одной стороны вы развиваетесь вот вы больше категорий стали знать да еще больше и больше и portrayed Jews понимаете что зубов то меньше имея и меньше и человек вот развивается развивается и вечно ему память при этом он вечного и будет здесь ведь на жизнь у того что нибудь хорошее事 делала ли вы хорошее что нибудь до следователи удалось кому посадить кого надо посадить вот посадил бы он министра обороны я думаю что его вы памятники ставили и вечно бы его помнили но не посадят министра обороны уже такой памяти не будет а ведь есть за что посадить не на у нас если за 60 человек если человек убил 60 человек не стреляет то я думаю сажать не надо за такие дела подумаешь человек украл или содействовал тому чтобы вы украли столько миллиардов у народа за что тут сажать 60 человек человек убил судья спрашивать а вот зачем вы убили пятьдесят одного человека бицепского маньяка а он говорит а я не пятьдесят одного шестьдесят одного она ведь не знаю у меня по процессу 51 это вы в другом месте матеря же зачем это делали а я счал лучше чувства ну если за это не расстреливает чё вы хотелиось не знаем что делать когда взяточничество что надо делать этого или сказать это естественно естественно и сыра естественно если расстреливать за взяточничество это естественно и естественно уровень взяточничество будет ниже не он не исчезнет конечно взяточничество невозможен поэтому надо расстреливать чтобы он был такой более-менее поджары поджары такой капиталь что брали взятки крупные серьезные они так по мелочам везде прямо берут так то есть я сделал только один пример но очень крупный то есть а во время движения вот формации что нету никакого становления тут становятся заводы или нет ли прихождения как у них сажается завода а что и ничего не создается не надо у нас вот в москве создали отличное предприятие по производству стрелкового оружия прекрасное поэтому министерство обороны не хотела ни за что давать им заказ на него ну раз у нас есть свое отечественное то заказ не дают на вас но завод то построили вам не надо а вот люди построили русские патруль а выгоди нам не надо почему вам не надо вы отделяете себя страны нет какая там особенная прибыль да они имеющиеся у нее прибыли использовали для того чтобы построить завод это настоящие капиталисты капиталисты что делает они делают самовзрастающую стоимость а у нас самовбывающих лошади рядом то есть вроде как капитал для него естественно вырастать для этого надо что делать амортизацию 1 и накопление 2 марте есть и денежки на амортизацию на накопление отвезли в офшоры и купили там острова это естественно так так значит больше примера этот не привожу становление всеобщая категория она есть во всем все есть становление вы становление вот что товарищ становление есть он выравняется на него и каждый кто изучает диалектику сегодня он диалектик в становлении я прихожу к историкам спрашиваю вы кто пятый курс историки они говорят вы историки магнит нет а кто но мы только на пятом курсе иду кто химики что ли физики кто вы но мы же еще не защитили диплом но когда вы защитите будет специалист историк но сейчас вы чем занимаетесь то ну мы же еще не получили так чтобы стать историком что нужно чтобы стать диалектиком нужно все понять это очень долго вам будет стать чтобы стать диалектиком нужно изучать диалектику и тогда вы будете диалектиком в становлении вот вас спросят вы диалектик да или нет я спрашиваю опять гордость потеряли люди спросите меня и диалектик я диалектик в становлении все и от я отвяжитесь от меня становление то есть претензии какие вот я делаю ошибки например так интересно вы сейчас сказать михалыче чего на меня показывать вечно обращайтесь если вы сделаете ошибку это постыдно а вы лектор вы спи специалист должны быть философ а если я делаю ошибку то я же в становлении я же сказал я в становлении чего представь привязались ты ко мне со своими замечаниями вы все надо разговаривать с теми кто ведет лекции очень так твердо вас же представят экзамены отчеты межсерьезных надо к этому же готовится но надо внутренне подготовиться к этому во первых вы знаете обо всем что она ну вот не только вы есть вы про все знаете про что спросит что она есть что тут уже тут нечего тут сомневаться а теперь еще знаете что все находится в становлении вот и вы товарищ лектор находится становление даже в прихождении не думайте что у вас одно только возникновение есть правильно то есть если кто так возгордился что он прямо весь такой весь в становлении то то он может быть и в прихождении есть такой анекдот как старушка с двумя кошелками остановился смотрит про процессе идет море цветов хоронят нового русского 33 года а такой у него гроб что вот у него такой хибары нету этой старушки какой у него группа еще открывается там где лицо как будто он должен оттуда речи говорить и закрывается и не надо крышку подымать а те кто все время ездили на джипы джипы сзади едут они идут пешком и групп несу и все в цветах она становится живут же люди все есть становление всеобщая категория всеобщей к чему при меня ко всему вы попробуйте ко всему применить вот стол вот сколько он просто это то есть одной стороны держится выдерживает все то что на него кладете так вот думаете почему сейчас меньше пишут на столах а потому что больше набирает думаете они культурные стали нет они пальчиками теперь на компьютере не надо этот стол пачки а так они ручкой были как марс эмгельс писали тогда они заодно что они тебе напишут на столе сейчас уже в университете на столах ничего не написано а он только щелкает он скоро расписываться не сможет уже ну электронную подпись ничего страшно можем идти до следующей категории разрешать это шестая была шестая вы у нас на учете вы все время сбивайтесь то им преуменьшать то преувеличивать вы не работали бухгалтером никогда я думаю вы наверно завхозом работали что-то так как на усушки на усушки вот русский да так сколько лет вам надо насчитать и вот мы обрадовались с вами что теперь у нас становление есть единство возникновение и прихождение просто красиво и понятно нету никаких быть я не что на базе и не что ведь есть где они тут кто найдет в становлении бытие прошу поднять руку мой да как вы это докажете если за переход то это не доказательство надо изменить форму в понять выразить в понятиях я бы на вашем месте сказал прихождение это бытие запятая переходящие в ничто все слышали а теперь как говорит молодежь короче бытие так красота так а ничто кто скажет возникновение как вы сформулируете это ну а короче правильно красное яблоко короче яблоко же не груша не слива поэтому и в чем разница теперь у нас становление единство не просто бытия ничто а единство такого бытия который переходит в ничто и такого не что которое переходит бытие то есть чистого такого бытия и чистого не что в природе нет и в обществе нет все они это все движение люди которые ну как это может быть ничто так оно и может быть только как переходящие в бытие а всякое начало всякое начало труда работы знаний мысли это возникновение и всякое окончание работы всегда прихождение правильно а в течение работы что-то вы начинаете а что-то заканчиваете и так далее если даже про дыхание мы с вами говорили что то сказать вот смотрит человек а он все смотрит смотрит а вы поморгайте но слава богу ник наш мозг это не контролирует сами моргает глаза рефлективно рефлекторно и тогда я теперь могу сказать что вот наше становление под угрозой потому что оно ведь становление есть благодаря разности бытия и ничто только обратите внимание разность имеется ввиду не в смысле математическом от 5 отнять 3 разные два а что 5 и 3 за разные так вот по тени что это же разные категории а теперь они под угрозой вот эта разность под угрозой потому что бытие это переходит в ничто они что переходит бытие значит разность бытия и ничто в становлении и все добытое 6 категорий добытое непосильным трудом исчезает чем я вас их хотел поздравить но тут с прискорбием должен сообщить так то есть становление благодаря разности бытия и ничто а разное становление раз они одно в другое перевод истязай значит становление исчезает логично логично какая-то логика формально логически мы выводим но мы уже ведем разговор о чем-то противоречивым о становлении поэтому и вывод у нас получится интересный то есть что заканчиваем на этом или продолжать будем продолжаем раз ну то давайте будем заканчивать на том чему пришли значит становление исчезает давайте разве что это значит что становление исчезает становление это беспокойное единство бытия и ничто исчезает то есть отрицает себя правильно а что является отрицанием спокойного единства то скажу без беспокойного единства на этого много сразу решайте задач я бы разделил на две части первое значит отрицанием беспокойства является что спокойствие отрицанием единства единство надо понимать вот когда говорят единство это слово так сказать обманное когда говорят единство у нас с вами единство значит мы один с вами человек 2 то есть когда говорят о единстве уж по крайней мере имеет не одно то есть если говорят не одно а единство тогда имеет в виду то что не одно но выступает как бы одно не будучи одним так именно так поэтому отрицанием следует на единство является не сложная когда-то много чего есть а простое значит в результате исчезновения отрицания становления летать и отрицания становления имеется нечто спокойнее и простое спокойное и простое уже не единство простое какой единства все простое беспокойные простое вот как раз вечер вот у нас скоро через 25 минут заканчивать как раз уже так где-то уже успокоилась все и этого негасимого огня который был в этом самом становление уже и нет если вы вот костер жгли 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 из добрались слишком вот угли образовались а потом угли покрылись тем пеплом сером и вот даже и огонь то не просматривается то есть вот жар этот а жар идет конечно идет но на лицо то что она лицо то спокойно и простой пепел не на то как говорят там а то вы много знаете и начнете там показывать что там есть угли мы смотрим на лицо то что у нас что на лицо естественно на лицо у нас пепел спокойно и простое так вот бонус отрицание которое не является простым уничтожением или растаптыванием или разрушением а которое является с отрицание сохранением называется снятием снятием действительно вот когда я вас вот фотографирую я же вас отрицаю это уже не вы или это вы это вот вы такой неподвижный плоский и неподвижный это не вы но я могу сказать а теперь хотите она доказать что это вы но это ваша фотография или не ваша это вы же в самый лучший момент своей жизни не отказывайте второй такой фотографии больше не будет будешь потом старше будете все время то есть это снятие снятие буквально смысле слова вас сняли с работы хорошо найдите другую хорошую так так те кто вас сняли плохие люди зачем вам с ними работать радоваться надо да но можно и попечалиться потому что работа была хорошая коллеги были неплохие и заработок был неплохой а новый найдешь ли то есть при всяком снятии имеется отрицание с чем-то с удержанием а что мы удерживаем спокойно и простое ну давайте в этом разберемся спокойно простом ну во первых вот этому седьмую категорию получили седьмую вот там у вас есть номера там на учете и есть вот категория вот этого спокойно и просто еще без названия идет пока как назвать вот сейчас узнаем тут насколько товарищи вот товарищ сам смотрите он специально ждал своего времени потому что это говорит мелочь такую знаете как вот есть прыгуны высоту там когда ставит метр семьдесят метр восемьдесят они даже и вообще и не подходит планки ну когда поставили два десять вот они выходят уже там свободно так толпы нет и спокойно прыгают и говорят поставьте мне надо 25 вот так и здесь на личное бытие название для спокойного и простого но для какого спокойного и простого для того спокойного и простого который является результатом снятия становления результат снять и мы имеем вот это спокойно и простое это результат снятия становления и для этого результата снятия становления имеется название откуда взял название гегель из предшествующей философии всей двухтысячелетней работы духа сейчас некоторых мы в москве были там очень много людей заново хотят марксизм создать или заново теорию коммунизма или заново создать еще какую-то теорию нельзя это заново сделать вот человек если он настоящий ученый должен на огромном деле человеческого знания маленький листочек наверху развернуть но он может сделать какой-нибудь гриб рядом который превратится потом этот чернильные грибы знать как в чернильную лужу через два дня все так и здесь вот это вот спокойно и простое есть результат снятия становления и вот результат снятия становления называется наличным бытием это бытие быть и у вас это удивлять что это бытие вот если я вас через прошу вот если раньше вы как-то боялись этого быть а сейчас это хочу тут нового ну бытие и бытие червы вы мне предлагаете что-нибудь об этом сказать о наличном быть я вам скажу наличные бытие это бытие правильно я правильно изложил вашу мысль да что до такого особенного наличным бытие это бытие но какое не то первое которое было чистым а которое посредством вот этим движением которые мы с вами проделали совместно движение мысли это результат снятия становления все слышали можем это записать наличное бытие есть результат снятия становления записать в голове или словами записать или ручкой некоторые не пишут потому что думают что если они слушают они лучше развиваются те кто слушать и потребляют знания те кто воспроизводит как вот вы как уже тертый калач раз рукой написал значит у него голова дала команду руке писать сейчас у некоторых ксероксе есть у других есть секретарь или секретарши они постепенно разучивается писать а за одной думать потому что они команды то не дают а если я через свою голову пропустил даю команду вот вы можете посмотреть красное тв и кленру записывал заседание российского комитета рабочих поскольку надо принимать решение которые потом цены только тем что они хорошие как можно обязать к людей которые приехали с какого-то завода в из тму таракани там из из неизвестного мне города и неизвестного предприятия что он был этого постановления выполнял если он сам это через свою голову пропустил и сам за это голосовал и они там впереди сидят с решающим голосом рабочие а всем и остальные там в том числе консультанты казенов консультант у меня нет права голоса на ркр у казенного нет мы сидим у нас есть голос вот такой замечательный выступайте и говорите объясняйте доказывайте если вы интеллигенты а если вы даже доказать не можете двум рабочим то вы вообще не интеллигенты правильно что за интеллигенты такие которые только вот голосовать могут вот так ну ничего себе это не интеллигенты короче говоря некоторые там важные сидят как начальники профсоюзные бывают которые не пишут почему ну хотя бы я вот такой же вот важный я буду писать правда маркс инглиш писали все писали рукой ленин все написал 55 томов рукой конспекты когда пишут для чего что вот к читаешь и записываешь себе отмечаешь какие-то мысли выделяешь или по крайней мере в книжке подчеркивает это уже значит ты ты дал команду руке эту мысль подчеркнуть или поставить сик то есть так или нота бена нб ну что-то хоть что-то какое-то 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 движение что было в голове нет он значит берет книгу это как чистую открыл так она чистую сдал а марс говорю книги мои рабы и так записываю голове или например даже мысленно можно записать я например могу написать все в голове мысленно сначала напишу потом вам рассказываю что сказать становление есть результат снятия наличного бытия и смотрю и смотрю наличный бытие срезать снятия становления да спасибо наличное бытие видите как в голове то есть пишешь да не то получается ошибка наличное бытие результат снятия становления видите в этом предложении становления видите значит в понятии наличного бытия сидит становление значит в наличном бытие есть становление логично ну вот если вы сейчас а вот такие матрешки продавали у нас был съезд петровской академии наук и искусств и фойе продавали на крестовском острове там большой гостинице тоже какой-то типа бизнес гостиницы и вот там бетрушка вот значит открывай матрешку медведев открываешь там пути открываешь там ельцин открываешь там горбачев открываешь там хрущев открываешь там сталин открываешь там маленький такой ленин так вот всякая категория логическая это своего рода матрешка только матрешки они не соединены к сожалению как всякое вот сравнение это хромается сравнение они неразрывно неразрывную цепь понятий представляет собой как в нашем организме все неразрывно связано нет такого что вот вы там вот потянули за палец вытянулся палец нет тут много чего вытянется вон когда просят у женщина руки просят руки а получать женщину потому что они диалектики понимаешь рука и женщины задумываются если у них просят руки стоит вообще отдавать руку то ты же руку отдашь и все а те и не просят туда никакой руки те руки не просят так значит вывод какой который можем тоже теперь зафиксировать записать вывод какой что в наличном бытие есть становление до всех все категории в нем присутствует но вот предыдущая категория точно присутствует а специально выделяем ну потому что вот это результат же снять остановление она непосредственно присутствует здесь но не на лицо ее не видно вот когда вы смотрите на наличное бытие что вы видите что вы видите как смотри на личное бытие ну вот я к вам как специалист по бытию обращаюсь а вы меня запутываете этим становлением когда вы смотрите на наличное бытие на лицо что бытие и все ну я вам такой вопрос и вопрос а выйдет твердо держитесь и вы всегда будете выигрывать у всех бытие она есть и все смотрю я на наличное бытие вижу бытие а значит не видно этого становления не видно когда на него умственным взором смотришь но можно вывести почему потому что наличное бытие с результат снятия остановить и значит видите уже мы какие глубокомышленные выводы делать значит наличное бытие и становление если вот социализм коммунизм вышел из капитализма и вот он весь такой красный 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 но он результат снятия закончился переходный период закончился переходный период некоторые до сих пор не могут выучить и бесполезно им объяснять сколько я не объясняю мне много присылают по электронным очень писем ну как же социализм это и есть переходами закончился переходный период коммунизма все начался коммунизм но коммунизм если он вышел из капитализма значит в нем становление есть а в становлении есть что капитализм значит вывод что в коммунизме есть нет вывод это вы куда то вы конечно есть да вообще а в каждом из нас есть все люди которые до нас жили это удивляет то что ваши родители есть у вас это вас не удивляет не удивляет а бабушки и дедушки иногда должна бабушку дедушку бывает больше похоже а дальше а дальше там у нас мало кто генеалогические деревья сестрой так вот вот мы получили интересную вещь что в наличном быть есть этого для уже для понимания такого коммунизма который вышел из капитализма в котором есть его отрицание но нужно не как бытие а как отрицание идет да раз как отрицание бытия как назвать ваше слово товарищ маузер как назвать такое отрицание такое ничто который мы ну становление то единство бытия ничто все знают есть тут люди которые не знают что становление то единство бытия ничто есть даже те кто не записывали все равно это помнит а раз в наличном бытии есть становление а в становлении есть ничто значит наличном бытии есть ничто вы увидите разницу ничто как свободное такое ничто бытие бытие ничто или ничто в становлении ничто в это же другое ничто как его назвать ну ваше слово вот небытие вот наступил момент небытие правильно вот такое ничто которое бытии называется небытием ну . противопоставляете быть его там зачем противопоставить ничто и все свободное чистое небытие так и вот сейчас мы ну надо уже сейчас будет как бы и движение вперед уже сколько там уже какая категория у нас а что у вас бухгалтерии номера закончились цифры закончить так ну ладно ну вы пронумеруете все таки плохо только это нумерация как вы понимаете не есть выведение да это просто поставление и так на ли не что в наличном где есть есть небытие например ну вот я вас беру как пример я увижу увидел у вас значок это ваш значок хорошо вот я сейчас смотрю на значок я на вас смотрю на значок я смотрю на значок на значок значок это же не вы начали смотрю на ваше небытие так вот видите разницу я на него смотрю и вижу значок Или смотрю на значок и вижу, что это значок его. Разницу видите? Видите разницу? Вот я смотрю на товарища, вижу, что он в чёрном костюме. Смотрю на чёрный костюм, хорошо бы мне его иметь. Давайте меняться костюмами. А он может не захотеть. Тогда у нас есть другие люди, которые помогут ему. Вот сейчас мы будем выходить, там темно во дворе. И так далее. Нам важно прицел такой сделать. Видите разницу? Это большая разница. Так вот, это мыслительная операция, другая. Я только что смотрел на человека в очках, а теперь смотрю на очки, а не на человека этого. Видите разницу? Что вы на очки-то смотрите? Смотрите на меня. Да, смотрите. Или как в очереди заняли, говорят, я за красной кофточкой. Да вы за человеком, а не за красной кофточкой. А мне, говорит, не важно, какой он человек. Важно, что у него красная кофточка, мне легче запомнить. И вот такое небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется... Есть такие продвинутые, которые знают, как называются? Да, есть. Определённость. Наличное бытие. Определённость. Человек в чёрном костюме – это определённость этого человека. Или человек со значком – это определённость этого человека. Но это же значок, это не человек же. И костюм – это не человек. Зачем вы смешиваете человек и костюм? Человек-то хороший. Хотя про других можно сказать. Вот человек-то плохой, а костюм хороший. Вот как Пушкин писал про новых русских. Золотая цепь на дубитум. А цепь хорошая. Вот чай когда-нибудь сладкий пили. А сахар там положен. Все согласны, что сахар – это не чай? Или кто-то будет наставить, что сахар – это чай? Сладкий чай. Сладкий чай. Изготавливается так. Берут заварку, воду, кипяток. И туда добавляют сахар. И размешивают. Так вот, сахар, который в этом чайе сладком – не чай. Все согласны? А сахар? А сахар – и вода не чай. Некоторые скоро скажут, что и заварка не чай, и вообще-то наконец. Но мы от каждого примера берём то, что нам надо. То, что достаточно того, что все понимают, что сахар – не чай. Это определённость этого чая. Это чай сладкий. А если вы туда лимон бросите, будет чай с лимоном. Но чай же… Вот вы никогда не задумались, почему называют водка, а не спиртка? Потому что воды больше. Воды-то 60%, а спирта 40%. А вот если было 60% спирта и 40%, то это спиртка была бы. Тогда бы на личное бытие был бы спирт, но разведённый, сволочи. Кто разбавил там и так далее, да? А если это вода со спиртом, то можно, кто силу воли имеет большую, может полоскать себе полость. Это помогает выздоровлению. Если вода попала в мотор, то сказать, что мотор – то есть маска в воде. Если в воду попала маска в воде… Ну, понятно, да. Ну, понятно, что такое мёд с дёгтем. Это всё-таки дёгтя должно быть меньше, чем 50%. А дёгать с мёдом? Это мёда должно быть меньше, чем 50%, правильно? То есть вот мёд, запачканный дёгтем – это мёд. А дёгать с добранным мёдом – всё равно дёгать. То есть значок, пиджак, какой, говорит, на меня не навешай, но всё равно какой я есть. То есть есть на личное бытие, а есть его определённость. Не определение. Вот смотрите, мы какую категорию узнали. Определённость, определённость. На личное бытие я. И вот я, когда уже узнал… Вы там подсчитываете, да, следующую категорию? У нас осталось 5 минут, а ещё надо, мы ещё впереди. И вот я раз, и так заинтересовался я значком. И так заинтересовался, что я уже и не вижу чей этот значок. А значок-то и вижу. То есть я взял его изолированного самого по себе. То есть определённость я стал рассматривать тому по себе. Вот вы, у вас есть определённый рост. А если бы я сейчас был медсестрой, и вы бы сейчас, у вас был бы медосмотр, то я бы вас поставил, так сказать, раз и записал. Столько сантиметров. Метр там. 180 сантиметров. Всё, проходи. Больше меня ничего не интересует. Это определённость взята изолированной сама по себе. Её нельзя брать. А ну она берут же её. Вот взята изолированы, а иначе никак не поступить. Вот нам приходится этот сахар отдельно сыпать. И нам и мысленно его понимать, что это сахар, что сахар-то положен. Некоторые ещё меряют потом сахар, когда слишком много его потребляют. Или кому не надо много мерить. И выясняют, сколько у них сахара и так далее. Так вот, тогда приходится это изолировать, вот эту определённость, отдельно рассматривать. И рассматривать так, как не надо. Вот определённость взята изолированной сама по себе, называется качеством. То есть вот так возвышали, это качество. У нас качественный анализ. У нас качество. Да качество, это когда мы какую-то вашу определённость оторвали, и противопоставили, и взяли, а вас, так сказать, откинули. Меня вот интересует ваше качество. Вы меня не интересуете. Это как, уважительно будет? Меня вообще интересует, как, что вы ответите на мой вопрос. Всё остальное меня в вас не интересует. Это вот так, если я буду относиться к слушателям, это нормальные отношения? То есть это ненормальные. Поэтому Гегель пишет определённость, качество. Качество – это определённость взята изолированной сама по себе. Правда, она уже больше... Она ещё не отделилась от наличного бытия, правда, она никогда от него и не будет вообще отделяться. То есть это, ну, временное рассмотрение такое. Ну, временно. Как я могу сразу охватить? У кого там был товарищ, у него две мысли сразу? Он уже не выставляет эту идею, но выставляет. Вот ему легко, а нам тяжело. И нам тяжело. Поэтому, значит, приходится рассматривать сначала изолированно, а потом вот мы взяли это определённость изолированной, это есть качество. А качество надо взять. Как его надо взять? Мы уже, ведь, диалектики с вами, для нас во всём есть становление. На личном бытие есть становление? Вот качество. А что вы скажете про качество? Я к вам обращаюсь. У вас должен... У вас готовый ответ же есть, что качество есть, значит, оно – бытие. А какое бытие? Можете уточнить? Какое бытие? Наличное, потому что уже мы с тем расстались, уже мы развили. Своё понимание бытия. Поэтому качество есть на личном бытии. А в наличном бытии есть становление. Все записывали, запомнили? Проверьте, пожалуйста. Значит, мы взяли нехорошо качество как отдельно изолированно положительное. Надо взять как положительное в противоположность, как бытие в противоположность ничто, и как ничто – противоположность бытию. Вот качество, взятое как бытие в противоположность ничто, называется... Когда начнётся? Когда хоть я выйду на оперативный простор, что никто не подсказывает. Как называется? Ага, вот. Два часа прошло. Два часа надо было водить по пустыне. Ура! Я победил. А то никак не мог оторваться. Ну, совершенно. Повторите ещё. Только я хотел тут оторваться. Говорит, повторите ещё. Сейчас всё потеряю. Я знаю, зачем вы это делаете. Только не по мобильнику не звонить товарищу, и не листать Гегеля. Значит, качество должно быть взято в соответствии с этим масштабом, который задаёт ему на личное бытие, что там есть и бытие, и ничто. И как бытие в противоположность – ничто, и как ничто в противоположность бытию. Вот качество, взятое как бытие, в противоположность – ничто. Как называется? Вот всё-таки. Ну вот. Мне не удалось от вас оторваться. Я должен это констатировать. Реальность. А то же самое качество, взятое как отрицание, как называется? Ни за что не догадаетесь. Ни за что не догадаетесь. Это очень сложный вопрос. О, сложный. Как называется? Качество, взятое противоположность бытию, то есть как ничто. Как? Ну, вы нас заведёте. Заведёте. Вот это вот пример того, как бывает, какие вещи простые, трудные. Отрицанием это называется. Качество, которое есть, отрицание бытия, называется отрицанием. Поэтому надо брать как реальность отрицания. Про кого высказать и то, и другое. Вот хотите, я про вас скажу, что вы умный человек, это будет ваша реальность. Могу по-другому поступить. Сейчас пойду, вот у нас во дворе какой-нибудь дурак точно есть, который поставил машину не туда. Приведу его сюда, вот поставлю и скажу. Вот посмотрите на этого человека. Все видят, он дурак. А вот он не такой. То есть я вас представлю как отрицание дурака. И говорят, что этот товарищ не дурак. Вы как хотите, чтобы я как вас описал, как умного или как не дурака. Можно сказать, девушка красивая, а можно сказать, не дурна. Или смазливая. Непонятно, что это такое. Понятно, что это такое. Это отрицание. То есть это же самое качество. Вроде как качество, что она красивая, но почему-то смазливая она. А не красивая. Вы как хотите, чтобы вас называли? Красивой или смазливой? Я думаю, красивой, конечно, лучше пусть называют. Правда? Или. Вы высокий человек или не низкий? Не низкий. А? Не низкий. А это вот, не низкий, это отрицание. Правильно? Не низкий. Не, видите, впереди. То есть мы должны понимать, что вот таким образом можно одно и то же качество выразить и как реальность, и как отрицание. Ну что вы можете сказать про реальность? Вот, спасибо. Наконец-то я добился своего. И вы добились. А про отрицание? Ну про отрицание что вы можете сказать? Что думать-то? Ну слава богу. Конечно, и оно есть. Значит, и одно наличное бытие, и другое наличное бытие. В этом моменте качество, да? Какие моменты? Какие моменты? Не надо запутывать. И реальность есть на наличное бытие, и отрицание есть на наличное бытие. И это одна и та же определённость. Что, мы что-нибудь забыли с вами? Вы что, забыли, что качество это просто временно изолированное? В изоляторе временного содержания была. Сейчас выпустили его обратно. Потому что нет никакого изолированного наличного бытия. Потому что и реальность оказалась наличным бытием, и качество. И если вы возьмёте реальность, то наличное бытие в нём есть становление. А в становлении есть отрицание. Значит, в реальности есть отрицание. А если вы возьмёте отрицание, то сразу обнаружится, что оно не только в нём есть, оно и само бытие. Значит, как это теперь выразить? Что оказалось, что только что они расходились, в разные стороны были разные, а теперь они вообще слились. Нет реальности, нет отрицания, нет отдельно реальности, нет отдельно отрицания, нет отдельно наличного бытия, а есть лишь определённое наличное бытие. Наличное сущее или нечто. Ну и поскольку время наше ограничено, позвольте на этом закончить. Потому что задания вам даны на гораздо больше материал, чем я сумел изложить. Но смысл того изложения, которое было как раз в том, чтобы показать, что надо не запоминать просто, что сказано, и что зачем, а как из одного выводится другое. Вот это надо постараться. Самое главное, что уловить из сегодняшнего занятия. Но мы с вами встретимся ровно через неделю. И я думаю, что мы вот дальнейший материал категории наличного бытия, я буду уже, вот я и сегодня спрашивал, и товарищи уже отвечали. Мы, я думаю, в таком режиме, в более таком режиме, когда я больше буду спрашивать, меньше говорить сам, будем стараться делать на семинаре нашем, который будет 5 декабря. в день Сталинской Конституции. Да, с праздничком. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok